Тригонометрия Косинус икс равно а, косинус икс равно а, тангенс икс равно а и котангенс икс равно а, где а произвольное действительное число. Форма для вас абсолютно новая, но на самом деле ничего страшного вам не нет. Методы решения задач математики, как правило, не меняются, поэтому нужно просто посмотреть и подумать, что мы будем делать, допустим, вот с таким уравнением. Делать мы будем следующее. В одной системе координат я построю график левой и правой части. Для чего? Чтобы просто определить, вообще это уравнение имеет решение или оно в любом случае решения иметь не будет. Схематически строим график функции y равно косинус икс. Косинус икс Косинус 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну а теперь точно так же схематически строим график функции y равно a В общем случае это будет семейство прямых параллельных от силы x Как оно может располагаться? Допустим, одна прямая может пройти следующим образом Вторая прямая таким образом Следующая прямая следующим образом Ну и так далее Что можно сразу заметить? Что если ваше a, а вот эта прямая y равно a Больше чем 1 или меньше чем минус 1 Или иначе говоря a по модулю больше чем 1 То это уравнение решений иметь не будет Теперь смотрим дальше Вот есть частные случаи Где есть точки касания Смотрим, что у нас будет при a равном единичке Уравнение имеет а добит Косинус x равно 1 И смотрим, что будет Вот ваше решение С учетом периодичности Получим, что x в этом случае это 0 Плюс 2πk Где k число целое Следующий случай А равно минус 1 Ну смотрим, где у нас минус 1 Здесь и вот здесь Можно выбрать любую из точек Тогда получаем, что ваше уравнение Имеет вид косинус x минус 1 И x в этом случае это будет π Кнос опять же 2πk Где k произвольное целое число И последний случай Из частных Это когда a равно 0 То есть ваша прямая будет совпадать с осью x Что тогда происходит? Когда у вас точек этих будет в 2 раза больше, допустим Чем вот таких или вот таких Как выписываем Уравнение будет иметь вид косинус x равно 0 Тогда x это будет π пополам Плюс πk Где k число целое Вот еще раз проверяем Смотрите сюда внимательно π пополам Сдвигаемся на π радиан Получается точечка минус π пополам Если сюда сейчас подставите Вместо k минус 1 Как раз получите эту точку И так далее Но это все частные случаи Что делать с общим? Общий случай, вот он Смотрим Раз точка, два точка Ну и так далее Что мы можем сказать Про вот это число Но если вспомнить определение арк косинуса Тогда это арк косинус а А соответственно В силу четности функции Вторая точка будет Минус арк косинус а Тогда множество решений уравнения Косинус x равно а В том случае, когда а по модулю Строго меньше 1 У него будет иметь такой вид Плюс-минус арк косинус А плюс 2πk Где k число целое Часто это множество расписывают на 2 То есть пишут так Арк косинус а Плюс 2πk Где k целое Или же минус арк косинус а Или же минус арк косинус а Плюс 2πk Где k число целое Значит, повторяю еще раз Это одно и то же Но это все хорошо на практике Рассмотрим конкретную задачу Косинус x равно Как будем решать? Берем формулу Это плюс-минус Арк косинус 1 и 2 Плюс 2πk Где k целое Теперь что такое арк косинус? Арк косинус это число Косинус которого равен Вот этому числу 1 и 2 Значит, это будет угол Плюс-минус πнатрия радиан Плюс 2πk Где k целое В частном случае Это означает, что ваш аргумент А это 2x плюс π на 4 В этом случае Это 2πk Или n Давайте для разнообразия Буквы поменяем Откуда получаете 2x минус π на 4 Плюс 2πn Ну а x, соответственно, минус π на 8 Плюс πn Где n Целое Аналогичным образом Можно рассматривать Вот такое уравнение Видосинус х равно а Если вы проделаете Те же самые манипуляции Построите график То получите в общем виде Следующий факт Что одно множество корней Будет иметь вид Арк косинус а Плюс 2πн Второе Пи минус арк косинус А плюс 2πn Где n число Целое Ну и те же самые частные случаи Синус х 0 Синус х 1 Синус х минус 1 В этом случае В этом случае Х это πn В этом случае Это π пополам Плюс 2πn В этом случае Это минус π пополам Плюс 2πn Опять же Где n Где число целое Пустим Синус 2x 1 2 Ну как рассуждаем Значит что такое Тогда ваши эти 2x Это либо π на 6 Плюс 2πn Где n Где n Целое Или же Это Пи минус Пи на 6 Плюс 2πn Где n Число целое То есть я просто Повторяю что Поставляю Эти 2 формулки Находим Пи на 12 Плюс πn На 2 Где n Целое Здесь же получается 5π на 6 Значит 5π на 12 Плюс πn И n же опять число целое Можно буквы сохранять Можно буквы менять Но вы должны понимать Что это 2 независимых Друг от друга решения Ну что Настало время задавать Домашнее задание Значит качество домашнего задания Вам будет предложено Следующее упражнение Из учебника Никольского За 10 класс Это задание Номер 11.3 Второй столбик И задание 11.13 Буквы А И В Желаю успехов Hello students Today we are going to speak About film reviews Reviews What is it? Reviews are short descriptions Of TV programs Plays, CDs, books, films And so on They are normally found In newspapers, magazines On the internet Or as a part of a letter Or email They are written to inform readers And give an opinion About what is being reviewed So what kind of reviews Do you know? Sometimes we can see Book reviews Video game reviews Film reviews Book blob CD reviews And emails about A performance Sometimes TV guide What style can be in reviews There are Some styles For example Formal Semi-formal And informal The style of review Depends on Where the review is published And who will read it Reviews usually include An introduction What is it introduction? Let's find the information In introduction We give some backgrounds Details About the type Of film And the setting Then comes A main body Where we give details About the plot Main characters And comments On various features For example Acting Then We need to Make a conclusion With a recommendation Usually We use present tenses A variety of adjectives Can make the review More interesting Use them Ok Let's open our books At page 131 You can see The text About the film It is The review of the text It is a film review You can see That there are the main parts Of our review Some words are in bold We are going to replace them Let's try together At exercise form You can see the synonyms And then we use them Look through the text Find the necessary words And let's replace them The first Gripping What is the synonyms I use Thrilling It means Захватывающий Then Terrifying It means Horrifying Ужасающий The next word Is Brilliant Or Excellent Ok It means Блестящий Отличный Next Spectacular We replace it by Powerful Performance In the text Эффектный Или сильный О выступлении And the last Fantastic It means Incredible Фантастический Или невероятный Ok Now let's try to make Our own Film review Do you know this film? Look at the pictures please We use our useful vocabulary For a film review Look here please The producer The film ranks with The action of the film is set in The film starts with a scene Fast moving, slow moving plot Be stirring The brilliant acting of What impressed me most is Enhance the impression Make an impression There is another Story line Ok Let's try to make Our review The first part is Introduction I made it like this Ice is Oleg Malavichka And Andrey Zolotarev's Brilliant film It will tell you about The difficult fate Of a talented skater Who Since the childhood Has followed her dream To dance on ice To the thunderous applause To the thunderous applause Of the public The next part Main body The plot is both touching And humorous The action of the film Is set in Russia The main character Nadia Strives Of becoming A famous figure skating But due to a partner's mistake Nadia is in the hospital Believing in yourself Again after this Is not easy Unfortunately Yes But a nurse Is appointed A former hockey player Who can help her Again feel Joy of her life The acting Is excellent The cast of the film Is full of Young artists Including Aglaya Tarasova Diana Yanakaeva Milosh Bykovich And real stars Of Russian cinemas And series Like Kseniya Rapoport Pavel Maikov Aleksandr Petrov Jan Tsapnik And others And now Let's make The conclusion All in all Ice Is one of the best films I've ever seen In a long while What impressed me most Are costumes Look at them Which are really colorful And perfectly show The atmosphere No wonder Ice Was such a box office success So Today we did The review On the film I want you Make your own review For the next time It's your home task Make the review On TV programs Plays CDs Books Or maybe Films Like me Besides You have to Use useful vocabulary Follow the plan Of making reviews I wish you good luck Goodbye students See you Next time Tema Tema нашего сегодняшнего урока Образ Раскольникова И тема гордого человека в романе Русский философ Розанов говорил Что преступление и наказание Это лучшее произведение Федора Михайловича Достоевского Потому что оно Потому что в нем Писатель смог выразить Свой взгляд на природу человека Его назначение и законы Которым он подчинен Как личность Можно ли назвать роман детективным Есть преступление Есть убийца Есть талантливый следователь Круг подозреваемых Конечно нет Потому что главным предметом изучения Достоевского Было не преступление А личность преступника Что мотивировало его Лишить человека жизни Почему он Позволил себе Выполнять роль судьи Что за этим последует Вот какие важные Философские вопросы Ставит автор произведения Поэтому роман Несомненно философский Также его можно отнести К морально-психологическому Роману Поскольку главный герой Будет думать о том Тварь ли он дрожащая Или право имеет Знаменитый русский критик Литературовед Михаил Бахтин Определил Особенности романа Как полифонический роман Полифония Многоголосия В романе Равноправно звучат И голос автора И голос многих других героев Создавая прекрасное произведение Наполненное живым языком Голос автора Здесь равноценен Голосу последнего героя Создается двойничество Эффект двойничества Помогает понять Главного героя На котором сконцентрировано Все произведение Так кто же такой Родион Раскольников Это молодой человек 23 лет Сын Пульхири Александровны Раскольниковой И старший брат Авдотьи Романны Отец его давно умер Был у него еще младший брат Который умер в шестимесячном возрасте И Раскольников не помнит его Но маленьким Посещал его могилку И молился за спасение души усопшего Три года до основных событий Которые описаны в романе За три года до основных событий Раскольников прибыл в Петербург Для того, чтобы поступить в университет И стать юристом Однако он не закончил университет Оставил учебу Уединился И весь погрузился В какие-то свои мысли Мы знаем в романе Что Раскольников Это автор статьи о преступлении Что это идейный преступник У Раскольникова Как у многих литературных героев Есть свои прототипы К реальным прототипам Следует отнести Приказчика Герасима Чистого Раскольника 27 лет Убившего топором В январе 1865 года Двух старых Чтобы забрать имущество Вторым прототипом Является родственник По материнской линии Достоевского Неофитов Он подделывал Государственные обликации Таким образом Как Раскольников Хотел быстро обогатиться Третьим реальным прототипом Раскольникова Является французский преступник Пьер Франсуа Лиссенер Этот человек Убивал без зазрения совести Он говорил Что мне что человека убить Что стопку вина выпить Свои убийства Оправдывал Социальной несправедливостью Бунтом Борьбой за справедливость К историческим прототипам Раскольникова Несомненно Следует отнести Наполеона Весь 19 век Был охвачен Идеей наполеонизма Знаменательная фраза Пушкина из романа Евгения Онегина Мы все глядим В Наполеоны Двуногих тварей Миллионы Наверное Отправная точка В развитии Образа Раскольникова Также Историческим прототипом Можно считать Образ пророка Мохаммета Который сказал Велик Аллах И повинуйся Дрожащая тварь Дрожащая тварь Стала термином Теория Раскольникова Но Несомненно Эти образы Не являются Сюжетными Или биографическими Главная идея Которая заложена В этих исторических персонажах Именно эта идея Стала толчком Для идеи Раскольникова К литературным персонажам Следует отнести Образ Библейского Иовы Человека Который Дойдя До Кризисного Состояния Воспротивился Богу Стал бунтовать И Господь Принял его Бунт И Вывел его Из тяжелого Состояния Так же Как принял он Раскольникова Бунтарские герои Байрона Так же могут быть Литературными Прототипами Раскольникова Если мы будем Говорить о русской Литературе То здесь Следует вспомнить Произведение Пушкина Пиковая дама Где Герман Бедный Молодой человек Мечтает Разбогатеть И Фактически Доводит до смерти Графиню Елизавету Ивановну А Раскольников С той же целью Буквально Убивает И Елизавету Ивановну И Алену Ивановну Среди образов Достоевского Раскольников Не одинок Так в записках Из мертвого дома В униженных И оскорбленных В записках Из подполья Уже появляются герои Которые в той или иной Степени Похожи На образ Раскольникова А у Раскольников Является продолжателем Их идей Следует обратить внимание На такой художественный прием С помощью которого Достоевский раскрывает Образ Раскольникова Это говорящая фамилия Раскол Раздвоение Это этическое раздвоение Когда человек готов Помогать ближнему И идет на убийство Это рефлексия Когда человек Идет совершать пробу Как у него все пройдет Как убьет он Эту противную Злую старушонку И думает На какое дело Решился Говорящая фамилия Это и бунт Против мироустройства Приход к смирению Боговорчество Поиск истинной веры Использует автор И прием двойного портрета И это позволяет нам Увидеть изменения В характере героя До и после преступления Много символических Образов Которые помогают Понять истоки Преступления Помогают понять Характер героя К ним следует Отнести Прежде всего Комнату Гроб Каморка Так называется Она в романе Это будет К символическим образом Мы можем отнести И порог Лестницу Тринадцать ступенек Вниз В ад К земной жизни К убийству Тринадцать ступенек Вверх К Богу И к вере Важно сказать Что раскольников Это антропоцентричный образ К нему стягиваются Другие персонажи Они говорят о нем И думают о нем Естественно По-разному Соня о раскольникове Говорит От Бога вы отошли И вас Бог поразил Дьяволу предал Важно отметить Что в двойственности Раскольникова Идет борьба Разума и сердца Он создатель Наполеоновской теории И он же Защитник бедных Он же Страдалец За многих Перед посылками Убийства Можно считать Социальные Философские И психологические Аспекты Так Раскольников Подходит к своей Теории В которой есть Два аспекта Тварь я дрожащая Или Право имею Человек Который имеет право Стоит вне закона Нравственного Юридического Ему разрешена Кровь по совести Это чудовищно И Разумихин Когда слышит Об этом Очень удивляется И поражается Потому что он знает Раскольникова Другим человеком Что приходит За преступления Наказания И не только Каторга Восемь лет Но одиночество Отчуждение Отречение От близких И только Любовь Возвращает Раскольникова К жизни Любовь Сони Искренняя Терпеливая Ждущая Она спасает Героя И приводит К новой Жизни Спасибо За внимание В качестве Домашнего Задания Предлагаю Вам прочитать Чтение Евангельское Воскресение Лазаря И ответить На вопрос В чем Символика Этого эпизода В романе Достоевского Преступления И наказания Спасибо Терпелива Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова